Ученики школ, расположенных в центре города, здесь частые гости. Государственный праздник, День Конституции, стал еще одним поводом для встречи. С самого раннего возраста ребенок уже должен иметь какое-то представление о своей стране, о том, какие он имеет права в этой стране. Это самое главное. Перед государством, у них тоже перед своей страной, точно так же, как перед родителями, есть тоже какие-то обязанности, права, чтобы они не боялись отстаивать свои права. Как выяснили дети, граждане, и они сами в том числе имеют право на жизнь, образование, медицинское обслуживание. Все обязаны беречь природу. Кроме того, в Конституции определены символы государства – герб, флаг и гимн. С этим школьники, как выяснилось, отлично знакомы. Синяя, священная наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Ребята не просто слушали лекцию, а активно участвовали в обсуждении, отвечали на вопросы библиотекаря, высказывали свое мнение о необходимости той или иной нормы основного закона Российской Федерации. Живое общение помогло усвоить материал. Конституция – это главный закон Российской Федерации. Там написаны главные права и обязанности человека. Человек имеет право на образование, на жизнь и на лечение. Конституция – это такая книга, где записаны все правила Российской Федерации. А какие это правила? Ну, это правило, то, что люди имеют право на жизнь, то, что они не должны загрязнять природу. Символы флага, герб и гимн. Где это написано? Это написано в красной книге Конституции. Конституция – это такой закон Российской Федерации, который дает право на образование, на учение и на медицинское обслуживание. Тут говорится то, что каждый человек имеет право на жизнь, на образование, на лечение. И у него есть еще свои обязанности. Например, дети должны учиться в школе. Конституция – это главный закон Российской Федерации. В Конституции рассказывается про законы, которые должен знать человек, про его права. Конституция – это такая важная книга, которая ценит любой книги, и в ней может человек носить правду. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Иван Клепачев, Ирина Саркисова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.